Всё произошло буквально за три дня. В первый же день после сдачи объекта пошла трещина. Я думаю, это от перепада температуры. Но не тут-то было. На следующий день трещина увеличилась. Это просто ужас. Всё-таки продолжается. С каждым днём всё страшнее. В здании детского сада номер 60 лестница запасного выхода рассыпается. Стены дошкольного учреждения потрескались, а с крыши из-за отсутствия желоба дождевая вода стекает прямо по стенам детского сада. Не лучшим образом выглядит и внутренняя отделка садика. Это всё из-за безответственности руководства строительной компании. Мы неоднократно пытались связаться с ними, но не смогли даже офис их найти. Исчезли как будто. Не лучшим образом обстоят дела в школе номер 85. Спортивный зал, классные кабинеты и библиотека сегодня несут угрозу для учеников и педагогов. Уставшие писать в различные инстанции учителя и руководство школы не знают, в какую дверь теперь стучать. Никому до нас нет дела, возмущается директор. Строители пообещали, что устранят все недочёты. К работам вроде и приступили, а толку нет. Новая школа рушится. А ученикам и преподавателям приходится в таких условиях заниматься и работать. В таком же плачевном состоянии находится школа номер 36 и 111. А на месте аварийной многоэтажки по улице Узбекская в районе Старого города строительная компания и вовсе построила новое аварийное общежитие. Об этом было заявлено на заседании городадминистрации. В общежитии по улице Узбекская номер 40 протекла крыша, потрескалась штукатурка. Здание, построенное для размещения жителей аварийных домов, само стало аварийным. Просмотрев видеоотчёт Ахимгорода, Габидулла Абдрахимов с неподдельным удивлением оценил взглядом своих заместителей. Дело в том, что на строительство, как теперь выясняется, аварийных объектов в 2016 году было выделено немало народных средств – более 18 миллиардов тенге. Градоначальник высказал предложение лично встретиться с руководителями строительных компаний, которые так по-преступному отнеслись к растрате бюджетных денег.